Зачем Венесуэле новая валюта? Каким предложением? Огорошил коллега австралийский депутат. И что сложнее, угнать феррари или заправить ее? Об этом не только в нашем обзоре. Президент Венесуэлы сообщил о создании национальной криптовалюты. Уже и название придумал El Petro. Цифровые деньги, по мнению Николаса Мадуро, помогут государству преодолеть финансовый кризис. Сейчас инфляция в стране составляет почти 700%. Наличными в банкоматах в день можно снять 10 тысяч боливеров. Этого едва хватает на пару чашек кофе. Австралийский депутат Тим Уилсон сделал предложение руки и сердца своему бойфренду. Да не где-нибудь, а в парламенте во время обсуждения легализации однополых браков. Обескураженный предложением партнер сначала растерялся, но сказал «да». Будущих молодоженов присутствующие поддержали аплодисментами. Дату свадьбы пара не называет, ведь гей-браки парламент еще не одобрил. Бриджит Макрон стала крестной мамой первой панды-француженки. Четырехмесячную кроху назвали Юань Мень, что в переводе с китайского «мечты сбываются». Родителей малышки Пекин презентовал Парижу пять лет назад. Здесь она пробудет три года, а затем поедет в Китай. Стране принадлежат права на всех рожденных в мире панд. И подарком Поднебесная обычно демонстрирует знак особого расположения. В Калифорнии разоблачили угонщика машины. Незадачливый вор не знал, как заправить свой трофей белой Феррари. Мужчина бегал вокруг спорткара с канистрой, но бензин все время проливался на асфальт. Работники станции вызвали полицию. Позже правозащитники выяснили – машину угнали две недели назад. За это время новому владельцу удалось сломать коробку передач, поцарапать кузов и перебить номера на двигателе. Ловкость ног и никакого мошенничества. В пятницу старшеклассница из Хьюстона в Твиттере показала трюк. Постучала руками по невидимой коробке, поставила на нее ногу и перешагнула. Таким образом запустила всемирный флешмоб. Пользователи сети вызов приняли. Но повторить трюк удалось мало кому. Домашние фокусники либо падали, либо совсем не могли сдвинуться с места.